Друзья, всем привет! И сегодня мы поговорим на тему, как восстановиться из черного списка банков. Кошмарный сон любого человека, который от случая к случаю пользуется кредитами. Это попасть в список потенциально неблагополучных заемщиков. С вами Евгений Горсакин, и сегодня я расскажу о том, как выбраться из черного банковского черного списка. Так называемый черный список банков – это единый банковский реестр, содержащий информацию о недобросовестных заемщиках. В него вносят данные о тех клиентах, которые так или иначе испортили свою кредитную историю, то есть не исполняли добросовестно свои обязательства перед банком. Современное погашение кредита – самый простой способ не попадать в черный список. Однако в жизни бывают разные непредвиденные ситуации, которые невозможно спрогнозировать на 10, а то и 20 лет вперед. А именно на такой срок обычно заключаются ипотечные договоры, если в силу каких-то непредвиденных обстоятельств вы просрочили часть выплат и не смогли урегулировать ситуацию, есть риск оказаться в числе неблагонадежных лиц. Многие начинают паниковать. А вдруг у меня долг в 1 рубль остался, и из-за него процент вырос до миллиона? А что, если я забыл о каком-то платеже тысячу лет назад, теперь мне никогда ни один банк не даст кредит? Не волнуйтесь. Попасть в реестр недобросовестных плательщиков – безусловно неприятность, но точно не приговор. Финансовое учреждение принимает информацию к сведению, но никто не обязывает банк отказывать вам. Итоговое решение кредитная организация принимает на основе данных, предоставленных заемщикам, то есть на основе анализа текущей ситуации в целом. Это закреплено законодательно. Банк России в своем информационном письме, ссылку на который я оставлю в описании под этим видео, при определении степени уровня риска клиента указал, что если клиент получает отказы в сотрудничестве с другими финансовыми учреждениями, то это не может быть единственным основанием для отказа, предоставления услуг. Кроме того, забытый долг в 1 рубль – это, скорее всего, мифическая ситуация, нереальная. Если вы знаете, что у вас когда-то были проблемы с погашением кредита, то в ваших силах смягчить ситуацию. Вот несколько способов склонить банк в вашу пользу. А. Предоставьте документы, подтверждающие уважительную причину просрочки платежа. Нетрудоспособность в результате заболевания, уволение с работы и тому подобное. Б. Подтвердите, что в силу некоторых обстоятельств не могли погасить кредит срок и отсутствовала возможность уведомить банк о непредвиденных обстоятельствах, препятствующих своевременному внесению денежных средств платежей. Вы. Предоставьте подтверждение подтвержденности на данный момент. Далее стоит выбрать план действий и придерживаться его. Шаг номер один. Получите достоверную информацию о черном списке. Если вы подозреваете, что можете получить отказ в кредите, запросите выписку о своей кредитной истории. Не все знают, что по законодательству Российской Федерации каждый гражданин РФ имеет право раз в год получить такой документ. Для этого необходимо лично обратиться в Бюро кредитных историй БКИ с документом, удостоверяющим личность. Или же отправьте в БКИ с заказным письмом, заверенное у нотариуса обращение на получение выписки. Если вы обнаружили себя в списке неблагонадежных заемщиков, не стоит отчаиваться. Далее нужно работать над тем, чтобы покинуть ряды черно-списочников. Шаг номер два. Выясните, почему вас занесли в черный список. Если вы не знаете, по какой причине оказались в списке неблагонадежных заемщиков, рекомендую обратиться в банк, отказавший в предоставлении кредита. Необходимо подготовить соответствующее заявление и приложить документы, обосновывающие неправомерность внесения в реестр недобросовестных клиентов. По результатам рассмотрения заявления и документов банк примет одно из двух решений. А. Об отзыве, отказе и направлении соответствующих данных в Федеральную службу по финансовому мониторингу Росфинмониторинг, где делают отметки и удаляют из черного списка. Б. О признании оснований об отказе существенными. При несогласии клиента вправе подать апелляцию в Межведомственное управление Центробанка, где комиссия также изучает все документы и принимает соответствующие решения, которые направляются в Росфинмониторинг. Если повторное рассмотрение даст положительный результат, то в течение одного-двух месяцев имя заемщика будет удалено из черного списка. Шаг номер 3. Выйдите из черного списка. Один из вариантов исправления собственной кредитной истории, так как это делал я, это оформить другой небольшой кредит, но на меньшую сумму. Например, на покупку бытовой техники, недорогого телефона и тому подобное. Сделать это можно, например, в банке, который вам выдал дебетовую карту зарплатного проекта. Остается исправно и своевременно погашать новый кредит. После закрытия кредита у вас появится положительная кредитная история, которая может нивелировать прошлый неудачный опыт. Клиент доказывает свою добросовестность и платежеспособность, тем самым восстанавливает доверие банков. Запасной план. Включите режим ожидания. Чаще всего после определенного срока информация о внесении в черный список автоматически обнуляется по сроку давности. Как правило, срок ограничения на оформление кредита составляет от 3 до 5 лет. Не быстро. Конечно, это не безусловное основание для возобновления сотрудничества с клиентом, с которым ранее случился конфликт. Но если вы готовы долго ждать и понимаете, что нарушение было рядовым, то можно попробовать и такой вариант. С вами был юрист по недвижимости Евгений Корсакин. Если видео понравилось, ставим лайк. Если есть вопросы, пишите в комментариях. И подписывайтесь на меня. До новых встреч, друзья. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok